Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, ну вот поставили секцию такую, как редкие опухоли, и мне дали задание осветить современные возможности лекарственного лечения нейроэндокринных опухолей. Ну, какие особенности вообще нейроэндокринных опухолей? То, что эти опухоли развиваются из энтерохроматинных клеток, которые разбросаны в различных органах и тканях нашего организма. В связи с этим они представлены гетерогенной группы новообразования. Нейроэндокринные опухоли могут быть, в общем-то, везде, где есть эти клетки. Поэтому есть и опухоли в области поджелудочной железы, печени, легкого и так далее. Кроме того, они могут быть, мы знаем, да, они могут быть функциональными или симптоматически активными, то есть функционирующими, или могут быть нефункционирующими. Это редкие опухоли, хотя, в общем-то, наверное, как Светлана Анатольевна говорит, находят те, кто ищет. По большому счету, вот у нас в Санкт-Петербурге до того, как мы делали регистр, начали делать регистр, у нас что-то было около 48 человек с нейроэндокринными опухолями, а сейчас у нас почти около полутора тысяч. Потому что мы стали очень активно выявлять, ставить диагнозы, выделять их из групп рака желудка, колоректального рака, поджелудочной железы и получили такую статистику. Они часто метастазы бывают до появления симптомов, то есть есть метастатическое уже заболевание, и совершенно случайно выявляют у пациента какие-то образования. В общем-то, они трудны в диагностике. Во-первых, они требуют специальных техник. Это сейчас уже, может быть, говорить, в общем-то, не приходится везде есть иммунгистыхимия, но раньше, лет 5 тому назад, эти опухоли обязательно требуют иммунгистыхимического подтверждения. А так как у нас иммунгистыхимия не везде была развита, сейчас, я думаю, уже проблем нет, в общем-то, обязательно использование иммунгистыхимии, а невозможность ее проведения в регионе, было связано с тем, что, в общем, заболеваемость с нейроэндокринными опухолями не было вообще в некоторых регионах. Мимикрия симптомов, то есть там, где есть опухоль, не проявляется никоим образом, а при этом проявляется совершенно другими какими-то клиническими симптомами, которые никто никогда не заподозит, что это связано с патологией этого органа. Часто сопровождается паронемопластическим процессом, или мы его называем карциноидным синдромом, то есть это функционирующие нейроэндокринные опухоли. Возможно, длительное бессимптомное течение. Ну вот общая заболеваемость нейроэндокринных опухолей не только в нашем городе, но и в стране, и в мире растет. И растет она, в общем-то, достаточно быстрее, чем заболеваемость всеми с излокачественными образованиями. И, видимо, это связано с тем, что, смотрите, примерно 500% за последние 30 лет. Но это связано с тем, что, конечно, улучшилась диагностика. И поэтому просто эти опухоли выделили и стали ими заниматься. В чем еще особенность нейроэндокринных опухолей? Ну, во-первых, используются десятки терминов для от них и тех же заболеваний. Проблема была в том, что, во-первых, оберк очень внес путаницу по поводу карциноида, говорили о том, что это доброкачественная опухоль. Потом стали рассматривать нейроэндокринные опухоли те группы, которые изучали тот или иной опухоль того или иного органа. Например, нейроэндокринная опухоль желудка, она изучалась группой, которая по изучению желудка. Нейроэндокринные опухоли кишки, они изучались группой, которые занимались колоректальным раком и так далее. Потом все поняли, что, в общем, конечно, зависит от локализации, но опухоль это одна, поэтому она должна на сегодняшний день рассматриваться как нейроэндокринная опухоль. Вот у нас мы даже не можем ее отдифференцировать. Она у нас заложена с вами или в раке желудка, злокачественное образование желудка, или в раке кишки, или где-то поджелудочной железы. И мы имеем с вами пятилетнюю выживаемость рака поджелудочной железы, практически 20%, что в мире на сегодняшний день, там в Петербурге, например, 17,5% у женщин, 16% у мужчин. Пятилетняя выживаемость. Понятно, что там находятся, скорее всего, заложены гисты и заложены по всей вероятности нейроэндокринные опухоли, которые не выделены на сегодняшний день в классификации. Историческая классификация базируется на эмбранальном происхождении. Передние кишки – это тимус пищевод, то есть все, что наверху поджелудочная железа, 12-перстная кишка. Средняя кишка – аппендикс подвздошная, слепая, восходящая. И опухоли задние кишки – это также дистальные отделы ободочной кишки и прямая. В настоящее время все-таки рекомендована классификация нейроэндокринных опухолей по локализации первичной опухоли. Но наиболее часто все-таки это желудочно-кишечный тракт. Вы видите, да, хотя 27% – это легкие, ну и какие-то прочие или неустановленные, редкая локализация. Вот в моей практике два больных было с опухолью нейроэндокринной яичка. В предстательной железе, причем очень агрессивно текущей, и непонятно, урологи не могли понять, почему так агрессивно течет и ни на что не отвечает. Оказалось, что это нейроэндокринная опухоль предстательной железы. В молочной железе тоже самое, тоже очень агрессивная, метастазирует очень быстро в печень и достаточно агрессивная опухоль. Но, в принципе, по большому счету, основная, конечно, доля – это пищеварительная система. На сегодняшний день существует корреляция между локализацией первичной опухоли и выживаемостью. И, как вы видите, что лучше всех, хуже всех живут больные, у которых есть нейроэндокринная опухоль в ободочной кишке, ну а тонкая, как ни странно, оказывается более благоприятна, в отличие, например, от гиста, который быстро рецидивирует при локализации в тонкой кишке. На что ориентируется классификация? Это на функциональном статусе, функционирующей, не функционирующей локализации первичной опухоли, определение стадии. Но здесь есть международные некоторые рекомендации сообществ, которые изучают нейроэндокринные опухоли, системы ТНМ, морфологии. Но ТНМ тоже не для всех локализаций нейроэндокринной опухоли. Например, для поджелудочной железы есть, для кишки есть, а вот для других локализаций аппендикса нет. Морфология – это высоко дифференцированные, умеренно дифференцированные и низко дифференцированные. При этом определяется степень злокачественности G1, G2, G3, и от этого зависит назначение рекордственной терапии. Вам иммуногистохимик, морфолог должен обязательно не просто сказать, что это нейроэндокринная опухоль. Если он напишет, что это нейроэндокринный рак, понятно, что это G3. Но если он написал нейроэндокринную опухоль, он должен вам обязательно написать, какая степень дифференцировки вы должны понимать, что вы имеете с точки зрения показателей выживаемости. Ну и есть молекулярные характеристики, входит в состав синдромов МЕН-1,2, туберозного склероза и болезни фонхиппеля Линдау. Если смотреть соотношение классификации, вы видите, что ТНМ в соотношении с международными сообществами, которые изучают нейроэндокринные опухоли, и используют, в общем-то, по сути, вот такое отношение, соотношение ТНМ и международных сообществ, которые изучают нейроэндокринные опухоли. Между стадией опухолевого процесса, ну это понятно для нас в онкологии, всегда достаточно важна стадия, мы знаем, что стадия – это исторический, хорошо, так скажем, осознанный, нужный фактор прогноза любой опухоль, ну и нейроэндокринный в том числе. Методический индекс очень важный, как я сказала, G1, G2, G3, методический индекс и индекс КИИ-67. Больные G1 имеют индекс КИИ-67, меньше 2%. Всё, что больше 2%, это уже входит G2, они немножечко по-другому уже лечатся. Почему такая выделили? Потому что это тоже зависит с точки зрения показателей выживаемости. Больные с G3 гораздо хуже живут, очень быстро погибают в сравнении с больными, которыми G1 и G2. Клинические проявления абсолютно всевозможные, это эндокринологические, кожные, неврологические, гастроэнсоциальные, сердечно-сосудистые, какие хотите. Всё, что можно только придумать. И всё это мы записываем симптомы карциноидного синдрома. И самое главное, вот на сегодняшний день частота карциноидного синдрома, она достаточно высокая, сейчас на следующем слайде покажу, но это может быть абсолютно разные, совершенно разные проявления карциноидного синдрома. Но самое главное, что, в общем-то, от 1 до 87% с разными источниками говорят о том, что есть, например, карциноидный синдром, при карциноиде поджелудочной железе 20%. Но на сегодняшний день, чем дольше карциноидный синдром есть, присутствует у пациента, тем выше вероятность развития карциноидного сердца. То есть карциноидный синдром приводит, так скажем, к осложнениям, которые, в общем-то, потом проявляются сердечной недостаточностью и невозможностью уже спасения больного. Он имеет G1, он имеет, в общем-то, благоприятный прогноз, но так как он был некорригируемый карциноидный синдром, мы не назначали препараты, которые этот карциноидный синдром убирал, у человека постепенно, постепенно формируется карциноидное сердце. Это не проявление карциноидного синдрома, а это осложнение карциноидного синдрома у человека, была постоянная интоксикация, и первое, что страдает, это, конечно, сердце. В связи с тем, что вот эти неспецифические симптомы, о которых я говорила, они приводят к запоздалой диагностике, и предполагаемое время до постановки диагноза 5-7 лет. И я уверена в том, что в этой аудитории люди, которые обращались к вам с нейроэндокринной опухоли, рассказывали, что они сначала шли к дерматологу, потом они шли к неврологу, потом их отправляли к психиатру, и так далее. И только через какое-то время у кого-то зарождалась мысль о том, чтобы проверить или хромогранин с эротонином, или появлялись какие-то признаки опухоли, и тогда человека начинали обследовать. Но это как бы не наши данные, это наши данные зарубежные, но даже у них предполагаемое время, смотрите, от 5 до 7 лет этого диагноза. В связи с этим, частота нейроэндокринных опухолей чаще всего, конечно, они вот в стадии местно распространенной или метастатической, при этом метастатической или местно распространенной, и больные с распространенными опухолями гибнут где-то примерно больше половины в течение 5 лет. Ну а локализованные они достаточно долго живут, эти пациенты. Сейчас специфическое обязательное обследование это сцентеграфия с аналогами с амадостатина, это ПЭД, это определение уровня биомаркеров. Я чуть позже о них скажу. Это хромогранин А, лучший из доступных биомаркеров для диагностики нейроэндокринной опухоли, карциноидного синдрома. Это нейроспецифическая аналаза. Он не специфический маркер, но он все-таки поставлен как маркер. Это 5-эндолуксусная кислота мочи, она отражает уровень сиротонина. В принципе, сиротонин в крови можно не смотреть, можно посмотреть эндолуксусную кислоту и уже понять, то есть это, по сути, продукт распада сиротонина из крови в мочу. Ну и, конечно, существует, сообществом говорят о том, что все-таки требуются новые маркеры для улучшения диагностики и формирования прогноза. На сегодняшний день основные прогностические признаки это локализация опухоли, дифференцировка, степень злокачественности, распространенность процесса, функциональный статус опухоли, есть карциноидный синдром или нет, общее состояние и возраст больного. Какие текущие проблемы в лечении больных с распространенными нейроэндокринными опухолями? Более чем у половины больных с нейроэндокринными опухолями на момент уже диагноза есть метастазы. Распространенные формы, в общем-то, неизлечимы, большинство больных погибают от этого заболевания. Длительно протекающий карциноидный синдром приводит к формированию карциноидной болезни сердца. Подбор лечения и прогноз зависит от того, что я вам говорила, от факторов прогноза. Ну, если смотреть все лечебные опции, несмотря на стадии, ранние стадии лечатся хирургически, не надо ничего придумывать. И вообще хирургический метод лечения, я считаю, для этих пациентов, он, возможно, необходим при ранних стадиях, но даже, возможно, и необходим при метастатической стадии, потому что это циторедукция, это мы забираем функциональную ткань, и, значит, соответственно, мы снижаем вероятность карциноидного синдрома. А раз мы снижаем карциноидный синдром, значит, мы снижаем вероятность развития карциноидного сердца. Поэтому хирургическое лечение, любая циторедукция, иногда, знаете, мне звонят, например, в какой-нибудь клинике, говорят, шли на рак, а там нейроэндокринная опухоль, представляете, надо было ее оперировать или не надо? Надо было, операбельно было, замечательно, даже если вы частично убрали, великолепно, это все равно циторедукция, для этих больных, она очень полезна. Конечно, приоритет лекарственной терапии, потому что это системное лечение, как бы мы ни хотели, но при этом хирургическое лечение, это печеночная эмболизация, это радионуклидная терапия с аналогами с амортостатиной, я чуть-чуть о ней скажу, но у нас в Российской Федерации ее пока сейчас, на сегодняшний день, она есть только за рубежом, и, в общем, стоит очень дорого. Что касается химиотерапии, я чуть-чуть скажу о тех, которые уже, в общем, зарегистрированы вещи, и, наверное, на них останавливаться очень сложно. Самый основной стриптозацицин для тех, которые с доксурбицином или в монотерапии с 5-турациумом при желудочно-кишечном тракте, тракте, это позиция с плотином, иринотыкан, поклитоксил и карбоплотин. Это уже известно. Но вот, к сожалению, вот этой опцией мы не располагаем, но это препарат нетрозомочевины, есть такая комбинация это мозоламида с капитстабином, с томодала. Но вот эта опция у нас в Российской Федерации не зарегистрирована, она нигде не записана. Хотя, на самом деле, в мире ее очень хорошо используют, она введена в гайдлайнзы, и она имеет достаточно высокую эффективность при низкодифференцированных опухолях при желудочно-кишечном тракте, при желудочно-кишечном тракте, нервиндоракийных опухолей. Понятно, что стриптозациин, он одобрен, является основным при G3, при опухоли желудочно-кишечного тракта, и в частности поджелудочной железы. В общем-то, они являются общепринятыми, но все-таки отмечается, что темодал показан в сериях, показана его эффективность, в сериях небольших ретроспективных исследований, но в гайдлайнзах он стоит. Проведено достаточно большое количество исследований с стриптозациином, но, в общем-то, исследования тоже были, было проведено большое, но они были нерандомизированные и неконтролируемые. Почему? Потому что, в общем-то, опухоль редко встречается, а это исследования достаточно длительные. Это были исследования, которые набирались даже, может быть, какими-то единичными пациентами. Ну, и томодал, то, что я вам сказала, использовался в разное время, с различными комбинациями, и с биоцизумабом, и с капецитабином, но вот оказалось, что все-таки наибольшая эффективность была все-таки в лечении легочных и панкреатических нейроэндокринных опухолей, но исследования тоже были неконтролируемы. Но все-таки, если вы посмотрите, то, в общем, по большому счету, чаще всего это поджелудочная железа отвечала на эту комбинацию, поэтому нейроэндокринные опухоли, особенно G3 или G2, мы можем использовать такую комбинацию, но она у нас даже, мне кажется, в русском, кажется, или, не знаю, в русском отмеченной в этом году собирались вроде как вставлять эту схему для того, чтобы этих пациентов лечить. То, что касается биотерапии, то есть все больные G3, это больные, которые представляют интерес для химиотерапии. Если это легкие, это иринотекан с эсплатином, это погритоксел с карбоплатином, или это этапозит с эсплатином. Если это поджелудочная железа, стептозоцин, которого у нас, к сожалению, на сегодняшний нет в широком таком смысле слова, но мы можем использовать тамодал с ксилодой, но мы иногда используем просто одну ксилоду в сочетании, может быть, с энтерфероном. Все, что касается G2 и G1, ну, первое, это иммунотерапия, энтерферон, было много исследований, они тоже были нерандомизированные, малоконтролируемые и так далее, но все-таки энтерферон надо отдать должное, вот в институте онкологии сейчас мы назначаем этим больным энтерферон, особенно те, которые имеют G2, и есть биохимический и симптоматический ответ, то есть те больные, которые имеют карциноидный синдром, но при этом ответа опухоль очень минимальный, то есть опухоль сама не увеличивается, он не уменьшается, но при этом активность ее снижается, ну, слава богу, зато у больного нет карциноидного синдрома, ну, есть это образование в печени 3-4, но не функционирует, G не мешает, в общем-то, наверное, это хорошо, однако, к сожалению, вот то, что низкая эффективность, так как 10%, но ответ есть биохимический и симптоматический, единственное, это плохо переносится больными, ну, как обычно, интерферон, но есть больные, которые переносят абсолютно нормально, и в принципе, по большому счету, мы даже никогда дозу не увеличиваем, мы назначаем 3 миллиона три раза в неделю, еще и доксилоды добавим, в общем, больные комбинацию и получаем это достаточно, в общем, успешно. Следующий, это ингибитор МТОР, вы знаете о том, что эверолимус, это внутриклеточный, блокатор внутриклеточной сиринтрианиновой киназы, подавляет рост и пролиферацию опухоли клеток, подавляет ангиогенез, и было выявлено, что этот препарат может, используясь с аналогами соматостатина, может влиять на эффективность лечения, именно на эффективность лечения нейроэндокринных опухолей. И была показана во второй фазе клинических исследований, была показана активность комбинированной терапии эверолизумом и эктериотидом ЛАР. Следующая, то есть на сегодняшний день есть опция еще, это химиотерапия, это для G3, для G2, G1, это биотерапия, интерферон, или это эверолимус. Следующий, это аналоги соматостатина. Это актериотид, на сегодняшний день то, что у нас есть, да, илонриотид, связывается с эмостатинными рецепторами, главным образом второго типа, ингибирует гиперсекрецию гормонов, биоактивных аминов и певтидов. В общем-то, вот это функционирование снижается, этих рецепторов, и, соответственно, снижается вероятность карциноидного синдрома, и, соответственно, улучшается симптоматика. При этом использование аналогов соматостатина, надо отметить, что использование, я чуть позже скажу, в гайдлайнзах, на сегодняшний день рекомендовано, даже без функционирования функционирующих опухолей, нейроэндокринных, то есть это препарат, который, по сути, является все равно препаратом, который блокирует рецепторы, которые, может быть, неактивны, но все-таки для того, чтобы их не активизировать, профилактически назначаются аналоги соматостатина для того, чтобы у больных не выявлялся, не проявлялся карциноидный синдром, который может при длительной продолжительности жизни привести к неприятностям. Есть вот еще новый препарат, который на сегодняшний день в России его нет, но есть с ним исследование, я чуть позже расскажу, посериотит, это следующая генерация аналогов соматостатина. При этом, как только появились аналоги соматостатина, посмотрите, вот то, что мы сегодня показывали в Архангельской области, лучше, хуже живут на фоне лечения. Вот здесь тоже посмотрели 35, почти 36 тысяч случаев нейроэндокринной опухоли и посмотрели, как живут больные, которые не получали аналоги соматостатина и те, которые получали. То есть, в общем, разница достаточно. То есть, один соматостатин, аналоги соматостатина приводит к увеличению показателей выживаемости только лишь потому, что они не влияя на размер опухоли, они просто влияют на общее состояние. И эти больные не имеют функционирующих опухолей, которые не приводят к осложнениям и, соответственно, смерти пациента. Основные системные препараты для G1, G2 нерендокринных опухолей, как для контроля симптомов карциноидного и других синдромов при функционирующих нерендокринных опухолей и так с антипролиферативной целью для высокодифференцированных опухолей даже без карциноидного синдрома. То есть, этим больным всё равно нужно назначать аналоги соматостатина. Но я ещё раз повторяю, это G1, G2 нерендокринные опухоли. И на сегодняшний день европейским обществом по изучению нерендокринных опухолей сделан вывод, что клинические рекомендации, что применение аналогов соматостатина снижает возникновение карциноидной болезни сердца на 20%. Скажите мне, пожалуйста, сколько у меня там время осталось? Три минуты. Вы все знаете актериатит ДПО, вы все знаете ланреатит, то есть, все эти аналоги, что лучше, что хуже. Я единственное, что хочу показать, что, в принципе, как бы говорится о том, что ланреатит более эффективен всё-таки при G2 и когда даже нет эффективности на актериатите. Ну, мы иногда к чему приходим? Если у нас не контролируется, например, карциноидный синдром мы увеличиваем дозу актериатита ЛАРС 20 до 40 или переходим на ланреатит. В первой линии у нас на сегодняшний день ланреатит сразу же мы назначили, наверное, четырем больным, но, наверное, кто здесь сидит понимает, почему, потому что, в общем, препарат дорогостоящий, а актериатит ДПО, ну, так скажем, в возможности больше его использовать. Следующее я бы хотела вам как раз сказать о том, что новое на сегодняшний день. вообще позиционируется для нейроэндокринных опухолей. Для G3 химиотерапии я вам сказала, для G1, G2 это обязательно аналоги с аматостатином. Все, какие у вас могут быть, это может быть следующей линией, может быть афинитор, ну, и потом, в зависимости от того, что происходит дальше с пациентом, обычно больность G1 очень хорошо контролируется. Что нового на сегодняшний день? Появился новый препарат Телатристад, пароральный ингибитор синтеза серотанина, это лечение карциноидно-зависимой диареи. Это те пациенты, которые не отвечают на аналоги с аматостатина, все равно продолжается диарея. Вот тот мальчик, о котором я говорю, у него был карциноидный синдром, его очень долго обследовали, в Германии, везде, и в конце концов мы нашли у него нейроэндокринная опухоль, карциноид, яичко. Вот он пришел к нам, наверное, в весе 40 килограмм, потому что у него была диарея, которую нельзя было остановить вообще. И назначая актериатит в одной дозе и в повышенной дозе ничего не дало. Вот тогда включился в исследование, я не знаю, в это или нет, ему в Германии давали какой-то препарат, и диареи у него не было. Вот я подозреваю, что это, наверное, может быть что-то из этих препаратов. Это пароральный ингибитор синтеза серотонина. Было исследование, в общем-то, три раза в день препарат давали в одной из доз или плацебо. И, в общем-то, было показано, что доза не влияет. В общем-то, смотрите, что 250 миллиграмм, что 500 миллиграмм. По всей верности, этот препарат скоро будет зарегистрирован в Российской Федерации, потому что препарат очень активно сейчас используется за рубежом. Было показано, что, во-первых, контролируется диарея почти в половину процентов случаев и не влияет доза на что 250, что 500. И был сделан вывод, что, в общем-то, препарат достаточно эффективен в дозе 250 миллиграмм и представлен в международных клинических руководствах на сегодняшний день и в мире. Таргетная терапия. Ну, вот здесь известные вам препараты, препараты, которые у нас зарегистрированы, это линвотиниб. У нас, правда, показания такое не зарегистрированы, но это на сегодняшний день изучается очень активно. Есть исследования кабазотиниба, афлиберцепта, окситиниба, то есть есть возможности использования. Вот, например, мы, когда у нас нет эффективности на афинитор, мы назначаем иногда или сутент или позапоним. Да, да, сунетиниб, потому что, в общем, он тоже показал свою активность. Вот сейчас очень активно очень рассматривается линвотиниб, препарат непростой, конечно же, да, с точки зрения токсичности, но он может теоретически, конечно, подавлять все эти ростовые, весь этот каскад канцерогенеза с точки зрения его контроля. И вот исследование Талент, две балакогорты, которые прогрессировали одни пациенты с метастатической поджелудочной железой, с прогрессией на фоне таргетной терапии и с прогрессией на фоне аналогов соматостатина. Больше 100 пациентов, длительность наблюдения 12 месяцев, и, в общем-то, на сегодняшний день было показано, что стабилизация медиана наблюдения год, где-то примерно 14,2 месяца времени без прогрессирования для поджелудочной железы и 11,7 месяцев для неожелудочно-кишечного тракта. То есть год мы можем на сегодняшний день еще планировать в качестве прогрессирования на биотерапию у больных G1, G2. Капазотиниб тоже самое может дать эффективность, и вот сейчас его очень активно используют на самом деле в исследованиях, и вот одно из исследований, которые, те больные, которые прогрессировали на эверолимусе. Завершение предположительно 21-й год. Леша, ты не сфотографировала, Алексей Ильич? Иммунотерапия, но сейчас к иммунотерапии все обращаются, без иммунотерапии вообще невозможно сейчас жить, да, и мы не представляем. Использование, вернее, исследования в исследованиях кейнот, пембролизумаба, солидные опухли, в том числе карциноиды легкого, где-то больше тысячи пациентов, редкие опухли туда входят, тоже нейроэндокринные опухли, в частности высокодифференцированные были 21, 21 больной, неволумаб и пелемумаб, комбинация достаточно сложная, тоже редкие опухоли, и там тоже были нейроэндокринные опухоли, дурволумаб с трамильпумабом, то есть на сегодняшний день мы рассматриваем иммунотерапию тоже при нейроэндокринных опухолях. Вот показала эффективность от 6 до 12 процентов с пембролизумаб с прогрессирующим карциноидным и неоподжелудочной железы, позитивных по ПДЛ. Наверное, не то, что мы бы хотели, но я думаю, что те больные, которые ответили, они, как мы знаем, живут достаточно долго. Но это новый препарат совсем, который у нас не зарегистрирован. Это вот как раз новый препарат аналог саматостатина, его сейчас изучают в монорежиме, против эверолимуса и его комбинацию с эверолимусом. Вот что получили. Получили время без прогрессирования в комбинированной схеме почти 60 процентов. Всё, заканчиваю. Что у меня? Ну вот я на рудинуклидную терапию, которую у нас... Не забудьте, что 10 ноября это день нейроэндокринных опухолей в мире, да? Ежегодное мероприятие проводится Международным союзом нейроэндокринных опухолей. Это 10 ноября. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok